Более полумиллиона жителей Кубани в 90-е годы стали жертвами мошенников. Около 600 миллионов рублей растворились в финансовых пирамидах. Компенсационный фонд был создан в 1997 году. На выездных приемах можно получить консультацию или написать заявление на выплату. Нинамаркова переехала в Анапу из Кемерово. В те годы по совету знакомой приобрела акции, позже ставшие просто бумажками. Ну положили в один 2 миллиона, в другой 4 миллиона. А потом когда поняли, что это дали на суд, а нам отказали, чтобы за срочно нельзя деньги снять. Вот и так мы и остались. Вы давали нам снимать? Ну а сейчас я вчера в среду взяла вот эту газету «Успех» и прочитала. Думаю, надо смотаться. В перечне фонда 503 финансовые компании, которые включены на выплаты. Максимальный размер компенсации в этом году составляет 25 тысяч рублей. В 2015 год выплачено более 83 тысяч компенсаций на сумму более 110 миллионов динаминированных рублей. Проведена большая работа. И сейчас выясняется, что не 260 минус 83, получается, что примерно 180 тысяч человек могли бы получить точно такую же компенсацию. Потому что государство сообразило и подтвердило. Да, все вместе, хором и граждане, и государство просмотрели эту проблему. И финансовые компании сразу после приватизации, которые обещали сделать рубль золотым, там, алмазным, да, они превратились в финансовые пирамиды. Консультацию по выплатам можно получить по телефону горячей линии фонда 861-257-2682 или обратившись в Управление экономики и инвестиций администрации муниципального образования. И не забывайте, финансовые пирамиды и сегодня появляются и манят вкладчиков чересчур выгодными условиями.